Всем привет, дорогие друзья! С вами Никита Романов, и мы вещаем из моей мастерской. Вы сейчас не осуществились. Сейчас мастерская является, по сути, моей. То есть, не якобы, неформально, а моей. О чем я сейчас говорю? Супер, офигенная, главная моя новость. Мы отдали кредит, мы отдали долги. Мы не должны никому ничего. Вы бы знали, как сейчас меня распирает от радости и прям наворачиваются слезы, потому что вот этот вот, по сути, напряженные полтора, почти два года, пережитые по хардкору, когда приходилось прям реально... Я в некоторых местах настолько уставал от вечного запиливания, 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 пиления, дрочения, кручения. И вот свершилось. Мы все отдали. То есть, правда, отдали не за счет прибыли того, что мы делаем. Не за счет прибыли в мастерской, а за счет переосмысления концепции и нужды нашей встаночной базы. А именно, мы избавились от этого товарища, которого здесь вот в моей руке его больше нет. Вот. И сейчас здесь стоит, так сказать, как его зовут-то, ленточное пиво. Вот такая вот маленькая, прекрасная, которая, кстати, постоянно что-нибудь запиливает, чтобы засунуть вот в этого малыша и делать работу. Мы, наконец-таки, переходим к главному цели, той, которой я и забыл, когда я мастерской открывал. То есть, моя цель была, я даже вспоминая на ютубе, что я делал и зачем я все это открывал. Я все это открывал, чтобы начать делать привода. Да? Естественно, я не могу взять вот так волшебным щелчком пальца и бац! Вот концепт привода, вот мы все запиливаем, все делаем. Такого не бывает. Это долгий тернистый путь в данный момент. Что я сейчас реально хочу пока реализовать, это пока отверточная сборка. То есть, гарантированная, хорошая сборка, но уже с доработками. Очень серьезными, солидными. Вот. Некоторые могут сказать, что они абсолютно, типа из серии, это... В домашних условиях человек на коленки накворяет. А потом, такие вот люди, такие так, потихоньку говорят, помогите, он меня не стреляет. А ты открываешь и видишь это. Нормально, все будет. И круг ада продолжается. От вечного ада в виде почините, помогите поломался. Мы потихоньку уходим к отверточной сборке. О, вообще, смотри, какой смешной гномик здесь такой. Можно еще кирку добавить. Надо облечься трудовую неделю. Мы должны избавиться от некоторых клиентов. Блин, они не улетают, братан. Черт. Ладно, в общем, смотрите. Основной принцип в том, что мы постоянно упираемся. То есть, где у нас постоянная затыка. Мы уже достаточно большую работу над ошибками привели. Я понял, что мы всегда упираемся в самую важную деталь. Это камера хупапа. То есть, это те нужные вещи, которые позволят нам сделать прототип. То есть, позволят мне изготовить прототип, написать технологию и то, что уменьшить себестоимость продукта. То есть, я могу сделать прекрасно всю работу по корпусу. По гирбоксу может выполнить всего второй человек. Мы можем доработать детали. Но мы упираемся в самую важную деталь. Это камера хупапа. И здесь разбивается обо все. То есть, любая сборка может уничтожиться. То есть, данный узел – это камень прескновения, с которым борются все. И когда я реально посчитал, сколько я вожусь и трачу времени на доработку камеры хупапа, я понял, что в моем случае мне даже будет проще изготовить свою камеру хупапа, чтобы обеспечить свои же сборки, чем покупать на круг чужую камеру и туда просто по кругу выкидывать все и дорабатывать. То есть, получается, что я делаю двойную работу. Это вот наша мечта. Мы к ней стремимся. И я надеюсь, что в ближайшем будущем я вам покажу и процесс, как это происходит. Я не зря потратил эти несчастные около 5-6 лет на то, чтобы понять, как этот узел работает. Я очень сильно разобрался в этом моменте. Так, перейдем теперь к еще одной главной новости. А именно к радостнику. Из супер новостей мы утеплили внешний периметр нашей мастерской. И теперь у нас всегда на борту 18 градусов тепла. И получается на полу 16-18. То есть, черт, здесь тепло. Как вы видите, я даже... То есть, ну, приятно здесь находиться. Мы пока еще не утеплили ворота, но тоже сейчас их доделаем. И я могу сказать, если меня спросят, сколько это стоит, я могу сказать, что три стены утеплить, это 45 рублей у нас улетело. И мы еще не утеплили ворота. И вот здесь вот еще должна быть вот такая тряпочка, которая должна все закрыть и все это сделать. У нас теперь полноценные три фазы и хороший свет. Это тоже супер новость, вы можете сказать, ну, а что такого типа? Ну, смотрите, что дает три фазы. Во-первых, это каждая фаза по 220 всегда хорошая. То есть, я могу запустить любой инструмент, гриндер, точила, сварка, токарный станок, что-то еще. И оно будет отдавать полный слой КПД. Поэтому это очень важно. О, вот так вот поудобнее будет. В общем, а это вы наблюдаете восстановленный зеленый крокодил. Такая вещь, которой я думал, что нафиг такой тяжелый станок в таком хоббийном деле. В принципе, я скажу вот примерно так. И да, и нет. То есть, суть в чем? Данный станок, он широко универсальный, инструментальный. И у него есть очень точные показания на размер. Это образно вот такой вот квадратик. 10 на 10. Да, вот представьте себе воображаемый куб или вот такая вот пластинка. Это когда у вас допуск по сторонам, образно, и погрешность на сторону составляет 15 сотых. То есть, это 0, 0, 15. И вот скажу честно, что без данного крокодила я, когда делал руками, я не очень понимал, что, чтобы круглая добиться высокой точности на большие дистанции, это все уже идет история не про ручной труд. То есть, ну как, не ручной труд, а не про ручную доводку. То есть, руками стволик допилить можно и в размер можно, но вы обязательно завалите. Завалите угол, завалите радиус, завалите кромку относительно центровки резинки камеры Хупапа. То есть, он позволил увидеть то, что раньше я не видел или не сильно замечал и не придавал этому значения. И благодаря нему у меня стало получаться сборки, которые реально стали выдавать результаты, которым люди якобы пишут, но по факту мечтают. Я стараюсь показывать, как оно есть. То есть, свои там честные 60, 80, не про какие 110. То есть, чтобы вы понимали, да, вот меня подают. То есть, вот такой вот наш образно-стандарт. Вот такой вот листик, да. Вот, и на 60 метров, образно, вы должны там 36-м, 32-м шаром попадать там при 2 джоулях. А если мы говорим про 1,4 джоуля и 28-й, 25-й, то эта дистанция примерно на 10-15 метров уменьшается. Но это физика. То есть, вы никого не обманете. То есть, чтобы вы понимали, то есть, вот в этот листочек мы должны попадать. Это вот будет из серии, вот наш показатель того, что все с приводом корректно, и камера Hupapa работает правильно, и, собственно, все собрано хорошо. И такой еще момент хочу обратить внимание. Это по поводу мучений с VVD-шками. Если VVD-шка ведет себя некорректно, или она собрана неправильно, то не надо компенсировать херовость сборки, или плохую сборку, более тяжелым шаром. То есть, если у вас образно привод, или VVD-шка, или спринг собран хорошо, то, ну, до определенных значений, да, то есть, есть критерия, то он и 0,2 шариком полетит туда, куда надо. И дальше мы будем видеть именно разброс шарика, а не полеты в небеса и прочие вещи. В общем, друзья, я хочу поблагодарить всех тех людей, кто скидывал деньги на Boosty, чтобы вы понимали, все деньги, которые приходили на Boosty, они уходят на покупку инструмента. То есть, ни разу на развлечения там и прочее. Они либо уходили на покупку реальных шаров, или на покупку инструмента. И вот данный вот станочек, он был куплен полностью с денег на Boosty. Потом ко мне еще приезжал Александр Сорокин, и мне показал систему CAD, другую, которую там энтузиасты настраивали и делали, то есть, совместно. И когда я увидел, как этот принтер, причем он достаточно в самой бюджетной линейке, умеет печатать, но в правильном CAD, то есть, это та система, которая непосредственно переводит модель из системы красивого рисунка в систему, чтобы ее делал принтер. Я по-другому стал смотреть на 3D-печать и увидел другое качество. То есть, это мне позволило осознать то, что 3D-печать — это, по сути, ЧПУ-станок. То есть, это не история про то, что каждая домохозяйка сможет научиться печатать. То есть, печатать-то можно. Здесь вопрос в том, что уходит время на саму разработку модели, на доработку всех узлов, чтобы это все собиралось, если она комбинированная. Также очень сильно влияет, в какой системе вы потом переносите свою модель в непосредственно задачи для принтера. То есть, насколько она будет качественно выдавать печать. Это тоже очень сильно роль играет. Это помимо механики, да? И я думаю, что наш продукт, конечно, вам может показаться... Вот тот, который мы готовим, вам покажется странным. И вы скажете, да такого быть не может. Я бы тоже не поверил, если бы мне это сказали лет 5 назад. Но сейчас я верю в то, что у нас реально получится. И я еще раз хочу поблагодарить тех людей, кто скидывался на бусте. Подписывайтесь. Мы сейчас снова возобновляем съемки контента. То есть, будем стараться выкладывать видео и рассказывать о продукте. О продуктах страйкбольных. И вообще о таких вещах, которые обычно никто не рассказывает. И надеюсь, вы будете с нами и нас поддержите. Вот. Так что я хочу вас попросить перейти на страницу ВКонтакте. На группу подписаться. У нас есть также пока еще Инстаграм и ТикТок. Пока еще не завершен до конца. То есть, мы им пока не плотно занимаемся. И поддерживать и быть на связи. То есть, по сути, потому что вы формируете нашу мастерскую под ваши хотелки, чтобы с возможностью нас организовать и предоставить вам продукт. Увидимся в прицеле. И вот такие вот у нас были новости на сегодня. Спасибо. Спасибо.